Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Спасать жизни под прицелом телекамер. Самарские врачи готовятся оказывать помощь в экстремальных условиях на Чемпионате мира по футболу. На площади Куйбышева появится Wi-Fi, а пока подрядчики борются с вандалами, которые ломают строительные ограждения. В Самаре продолжается борьба с незаконными киосками. Сегодня два строения снесли на московском шоссе. Больше спорта в каждый двор. В Самаре за домом на улице Южный проезд построят футбольное поле. Звездный час для юных музыкантов. В Самаре свои двери распахнула Академия Юрия Башмета. 3D-очки дополненной реальности для врачей, нейротренажеры для пациентов и еще 13 разработок ученых Самарского медуниверситета. Скоро запустят в серийное производство. Сейчас ведутся переговоры и заключаются соглашения с предприятиями. Новинки продемонстрировали губернатор области Николаю Меркушкину. О необходимости создавать инновационные центры в регионах при крупных вузах говорил президент страны. Большое внимание новым технологиям уделяют в Самарской области. Центр прорывных исследований создан 3 года назад. В прошлом году запустили научно-производственный технопарк. Это единственная подобная площадка при медицинских университетах страны. Современные разработки самарских ученых скоро запустят в серийное производство. Институт инновационного развития активно сотрудничает с крупнейшими научными центрами. 30 разработок технопарка применяются в здравоохранении. 15 готовы к внедрению в промышленное производство. Спасать жизни под прицелом телекамер готовятся самарские врачи. Сотрудники десятка медицинских учреждений регулярно тренируются на стадионе «Локомотив». На самих матчах будут работать 26 медицинских бригад. Сейчас отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим на поле и на трибунах. Проигрывают различные ситуации. За одной из таких тренировок наблюдали наши корреспонденты. Две минуты на то, чтобы добежать до пострадавшего и начать оказывать помощь. По легенде, у футболиста внезапная остановка сердца. Бригада у кромки футбольного поля на передовой. Именно они должны реагировать и действовать быстро. Тем более, когда на них смотрит весь мир. Ответственность, особенности работы под телекамерами, фотокамерами огромная. Здесь нет права на ошибку, как и нет вообще в медицине. Но в то же самое время есть крайне высокий уровень ответственности и готовности. Одновременно сердечно-легочной реанимации пострадавшего нужно унести с поля. Это делают короткими перебежками по 10 секунд. Футболисты, как правило, это тяжелые люди и их нужно уметь прокачать. Это не вот там такой щуплый мальчик, у которого два раза нажал и у него все завелось. И нужна хорошая физическая подготовка. Выносливость повышают на стадионе и в спортзалах. Тренируются два раза в неделю. Во время матча на поле будут дежурить две бригады. В каждой анестезиолог-реаниматолог и три пара медика. Рядом врачи самых разных специальностей отрабатывают навыки непрямого массажа сердца. В роли пострадавшего – манекен со специальным датчиком, чтобы во время спасения не сломать человеку ребра. Вот это значит мы сломали ребро. Чтобы отработать силу нажатия, это нам дает знак. Как вы знаете, что он действует? Станьте, пойдет. Шутки на учениях, а в бою все должно быть серьезно. На стадионе будут работать 18 медицинских пунктов. Рядом дежурит больше 10 скорых. Врачи готовятся работать в самых разных ситуациях. Обмороки, переломы, черепно-мозговые травмы и ЧП с большим количеством пострадавших. В случае чрезвычайного происшествия с большим количеством пострадавших. Чтобы правильно расставить приоритеты, кому необходимо помощь оказывать на месте, кого в первую очередь транспортировать. Тренировки будут идти до марта 2018 года. Затем врачи начнут дежурить на стадионе Самара-Арена и других крупных объектах чемпионата. Валерия Макарова, Лесикорецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Строительство, благоустройство и образование Самарской регионы развивается по всем направлениям. Такую оценку дали сегодня в Губернской думе на встрече с журналистами. Председатель регионального ЗАГСа Брани и его заместители рассказали, какие изменения произошли в жизни региона и чего ждать самарцам дальше. Подробнее в сюжете Марина Матвейшиной. Строить жилье, детские сады и школы в Самарской области объявлен курс на улучшение качества жизни людей. Чтобы сделать жилье доступным, региональные власти поставили высокую планку. Строить один квадратный метр на жителей области в год. Таким образом, к 2020 году жилье станет доступнее во всех смыслах и по стоимости в том числе. Итоги социально-экономического развития региона подводят сегодня в Губернской думе. Одно из важнейших направлений – поддержка семьи, материнства и детства. Был период тогда, когда были огромные очереди в детские сады. И у нас в регионе даже в 2012 году была очередь 23 тысячи ребятишек стояли в очереди. В конечном итоге мы эту проблему в основном решили. Потому что работала программа по строительству детских садов, работали проекты детских садов и дети. И опять же, я говорю за то, что главой региона предприняты все возможности привлечения федеральных средств для решения этой проблемы. Более 200 миллиардов из федерального бюджета удалось привлечь в регион за последние пять лет. Самара начала меняться на глазах. Регион развивается динамично во всех сферах. Строятся дороги, создаются новые производства, в том числе и с иностранными инвестициями. Впервые за четверть века в Самаре построили три школы. В плане еще школа строится. Тысячеместная школа строится будет в районе, где улица Гая здесь, и она уже закладывается. И в Кировском районе планируется строительство школы в сельской местности. Позитивные изменения региона нравятся жителям. На встречах с губернатором и другими представителями власти люди благодарят Николая Меркушкина и поддерживают его политический курс. Однако есть и такие, кто перевирает факты и вносит тем самым смуту в умы людей. Люди в основе своей понимают, понимают, что есть какие-то силы, которые противодействуют, а причины могут быть самого различного характера. Я позволю сказать о том, что, ну, вы что думаете, всем нравятся вот те шаги и те меры, которые принимаются губернатору по наведению порядка? Когда, когда, скажем, принимаются меры для того, чтобы, скажем, не расстался областной бюджет, когда, скажем, сметы режутся наполовину, на 1,3 стоимости, это всем нравится? Но региональные власти сдаваться не планируют, говорит Виктор Сазонов, и продолжат работать на благо области. Марина Матвеична, Сергей Баскин, События. После реконструкции на площади Куйбышева появится Wi-Fi, а пока подрядчикам приходится бороться с вандалами, которые ломают ограждения. По всему периметру площадь окружена специальной сеткой, но каждый день в ней появляются рукотворные отверстия. Люди не хотят ходить в обход. Как объяснить, что стройплощадка не место для прогулок, выясняла Марина Мирная. Женщина с собакой искренне недоумевает, почему излюбленное место прогулки теперь под запретом. Ее не смущают ни информационные таблички, ни яркое оранжевое ограждение. Даже шлагбаум не способен преградить вход на стройплощадку. Каждое утро приезжаем сюда, много прорывов. Люди, наверное, привыкли ходить по корочим путям, их не изменишь. На данный момент строительная площадка здесь. Большая просьба жильцам ближайших домов, жильцам граждан города Самары, не заниматься вандализмом. Это приносит и нам финансовые проблемы. Один рулон такой сетки стоит 2000 рублей. И постоянное восстановление, конечно, бьет по бюджету. Да и рабочим приходится тратить драгоценное время, чтобы поправить ограждение. На сегодняшний день ведется демонтаж во всех четырех скверах. Уже завезена тротуарная плитка и бортовой камень. Муниципальное предприятие с петеремстрой «Зеленхоз» завершает обрезку деревьев. Горсвет демонтирует фонари. Это завезли бордюрный камень на скверы, где будет укладываться плитка из демонтажа. То, что я вам по скверам сказал. Горсвет демонтирует старые осветительные приборы свои. Горсвет вывозит тоже грунт, который будет меняться под посев травы. То есть сейчас и ведутся предварительные работы. Сегодня площадь Куйбышева не прогулочная зона, а строительная площадка. Прогулки по которой просто опасны. В избежание ЧП и порчи имущества с сегодняшнего дня на огороженной территории будет круглосуточная охрана. Тех, кто все же попытается проникнуть за забор, ждет административный штраф. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. На два киоска меньше. В Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей. Убрать ларьки с шаурмой на московском шоссе владельцы должны были еще в 2015-м, но продолжали незаконно торговать. За демонтажем киосков наблюдала наша съемочная группа. На московском шоссе с утра запахло жареным. К продавцам шаурмой нагрянули полицейские и представители профильного департамента. Предписание убрать киоски владельцам выдали еще в 2015-м году. Но они предпочли продолжить торговлю, занимая городскую землю незаконно. Сейчас вы видите. Договор расторгнут. Вас обманывали. Можете обратиться в полицию по поводу мошенничества. Визиты проверяющих здесь явно не ждали. Просто столько продуктов запасно, столько беспорождений за один день. Это тоже некрасиво. Владелец одного из киосков недоумевает. Пытается доказать, что все документы у него в порядке. Но подчиниться закону все-таки пришлось. Продавцы спешно вывозят свой товар. Объекты находятся на муниципальной территории, незаконно. Право устанавливающих документов на занятие земельного участка у данных предпринимателей нет. Именно поэтому эти объекты были заактированы соответствующим образом. И сегодня будет производиться их демонтаж. У киоска по соседству с ним также расторгнут договор демонтировать только подсобное помещение. Арендаторам пригрозили. Если не разберут ларек самостоятельно, его также скоро демонтируют. Эта деятельность наносит ущерб бюджету городского округа Самара. И, соответственно, мы предлагаем вам эту деятельность прекратить и объект этот демонтировать. Сейчас на территории Самары остается больше тысячи незаконных объектов торговли. До конца года во всех районах города демонтируют больше трехсот. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Самара – город футбольный. И дело не только в чемпионате мира 2018. Дети хотят заниматься спортом. Нередко именно футбольные поля просят построить во дворах жители. В помощь федеральная программа по созданию комфортной городской среды. Почти миллиард рублей потратят на преображение дворов. После дождя на площадке за домом – лужи и мокрая трава. Но и это не останавливает юных любителей футбола, которые после уроков выходят погонять мяч. Терпеть дискомфорт осталось немного. Этим летом власти вместе с жителями полностью преобразят заброшенную территорию. Мы же не хотим, чтобы они бегали по гаражам, а на поле они все равно играют. Но поле это заливается. И вот теперь нам обещали привести его в порядок. Мы очень довольны. Ждем с нетерпением, примем активное участие. Двор у дома 180 на улице Южный проезд попал в федеральную программу по созданию комфортной городской среды. И во многом это заслуга самих жителей, которые активно участвуют в субботниках, благоустраивают свой двор, высаживают цветы. И они же предложили построить за домом футбольное поле. Появляется возможность именно в тех дворах, там где местные самоуправления сами выходят и предлагают, активно предлагают то, чтобы они хотели в своих дворах. Именно на эти пожелания сейчас в нашем федеральном бюджете предусмотрены средства. На общем собрании жители нескольких домов утвердили проект. Здесь быть футбольному полю и баскетбольной площадке, турникам и игровому городку. И без мини-скверика. Для старшего поколения не обойтись. И одновременно планируем здесь же разбить скверик, чтобы березки посадить нашими силами уже. Но, конечно, администрация доставит исходный материал. Завершить благоустройство планируют к концу лета. Контролировать ход работ будут и активисты Общероссийского народного фронта. Важно, чтобы проект в точности воплотился в жизнь и чтобы сами люди в этом поучаствовали. Безразличных точно нет. Они все активно принимают участие, жители. Говорят, что им нужно. Здесь и дети подключаются, мамы, папы, бабушки. Кому-то пенсионерам камейки нужны. Детям, мамам, бабушкам нужно, чтобы игровая площадка была. Все это формируется в одно предложение и устанавливается. А после жители обещали следить за состоянием площадки и поддерживать порядок. В Советском районе в этом году по федеральной программе благоустроят три двора. На создание комфортной городской среды Самарская область получила почти миллиард рублей из федерального бюджета. Привести в порядок планируют около 160 дворов. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Самара получила дополнительные деньги из вышестоящих бюджетов. Более 460 миллионов рублей. На что направят большую часть суммы, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть понемногу прибавляет в цене. Баррель марки Brent стоит 49 долларов 80 центов. Валюта дешевеет. Курс на 8 июня. Доллар 56 рублей 58 копеек. Евро 63 рубля 71 копейка. Золото стоит 2346 рублей. Серебро 32 рубля за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 75 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 45 копеек. Все российские производители пройдут проверку качества. Список тех, кто сдал экзамен по ГОСТу, опубликуют в конце июня. Ставка по ипотеке достигла минимума за 5 лет и составила почти 11,5%. Всего с начала года жилищные кредиты оформили 250 тысяч россиян. А в Самаре на реконструкцию четвертой очереди набережной добавят больше 200 миллионов рублей и 145 миллионов на реставрацию объектов культурного наследия. Соответствующие поправки в бюджет приняли депутаты Губернской думы. На этом все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. 12-летняя Дарья Тарасова, которую разыскивали в Самаре со 2 июня, сегодня утром найдена мертвой. В пятницу девушка ушла из дома в селе Яблоневый овраг Волжского района и пропала. По непроверенным данным, последний раз ее видели на берегу реки Чапаевка, куда она отправилась вместе со своим 29-летним братом и 8-летней племянницей. Там же нашли ее вещи. По непроверенным данным, девочка утонула. В середине июня в Самаре стартует основной этап работ по строительству развязки на улице Луначарского. В связи с этим будет перекрыто движение на Московском шоссе на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. На Киевской будет сужена проезжая часть. Кроме того, останется закрытым участок Луначарского от Московского шоссе до Мичурина. Объехать его можно будет по революционной Мичуриной и проспекту Масленникова. Предположительно, перекрытие произойдет 15 июня. В День независимости России 12 июня гости и жители Самары смогут увидеть праздничный фейерверк. На второй очереди набережной реки Волга состоится праздник, посвященный Дню России. С 12 часов на главной сцене около памятника основателю города Григорию Засекину стартует масштабная программа с участием творческих коллективов и солистов Самары, Саратова, Москвы. В небо поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатец и других обитателей воды. А в 9 вечера перед самарцами выступит группа «Ума Турман». Помогут всем. В регионе стартовала акция «Мы вместе». Уже в четвертый раз самарские волонтеры отправятся в Сакский район Крыма. В год экологии особое внимание уборки территории и пляжей. Всего в этом году помогать крымчанам поедут более 300 студентов, техникумов и колледжей региона. Когда поезд умчит в Крым первую группу добровольцев, знает Алина Чемерес. Туда нельзя не вернуться. В один голос говорят волонтеры, которые уже побывали в Саксском районе Крыма. Студенты самарских колледжей и техникумов уже четвертый год ездят восстанавливать памятники, убираться на пляжах, организовывать праздники и помогать детям и инвалидам. Многие уже были в Крыму в прошлом году. Мне понравилось то, как нас встретили там. Мы из-за этого очень сильно переживали. Думали, как вообще люди будут оценивать нас. Им очень сильно понравилось. Мы помогали детям, помогали ездили, убирались там все. Готовились ко Дню России также. Было очень хорошо. Должно быть, ты должен чувствовать, что ты кому-то нужен, потому что есть какая-то отдача. Я когда помогал, я видел, что человеку нравится, он улыбается, он смотрит, он как-то благодарит меня. То есть это обязательно должно быть присутствовать. За все время акции мы вместе в Крыму побывали свыше тысячи человек. В этом году уезжают более 300. Самарские волонтеры будут помогать Братскому, ЦАКскому району все лето. Группы сменяют друг друга каждые 10 дней. В этом году в акции участвуют студенты из 35 колледжей и техникумов со всего региона. Нас там ждут и любя называют крымчане цыплята, потому что у детей яркая форма. И даже, знаете, они пользуются тем, что на рынке у них уже везде дисконт, фрукты, сувениры. Ой, самарские, мы вас любим, идите к нам. В Самарской области волонтерское движение поддерживают на законодательном уровне, желающих стать добровольцами множество. Во время недели добра, которая прошла в апреле, на благо жителей трудились около 60 тысяч волонтеров. Помощь получили полмиллиона человек. По словам экспертов, добровольчество меняет молодых людей. Изменение мировоззрения, оно влияет на все. И на отношение к учебе, и на отношение к своим друзьям, к родителям, к городу. И поэтому для многих добровольчество становится смыслом жизни. На открытии акции «Мы вместе» почти 50 человек на чемоданах. Первая группа добровольцев отправится в Сахский район уже сегодня. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Они мечтают о большом творческом будущем. И сегодня у них есть реальный шанс сделать очередной шаг к музыкальному Олимпу. В Самаре открылась седьмая музыкальная детская академия. Мероприятие проводится под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. В этом году слушатели приехали из разных городов. Причем не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Учить тонкостям музыкального ремесла будут выдающиеся музыкальные педагоги. Олег Зверев побывал на открытии академии. Клаверный концерт Баха звучит в исполнении фортепиано с оркестром. Солист Александр Князев. Он еще учится, но уже получил высокую оценку специалистов. Александр неоднократно становился слушателем академии Юрия Башмета. Альтист с мировым именем. Народный артист России проводит в Самаре обучающую программу, благодаря которой многие юные музыканты становятся учениками известных музыкальных педагогов. Я изучил новый прием музыки, поучаствовал в мастер-классах. Это уже седьмая по счету Академия Юрия Башмета в Самаре. Торжественное открытие состоялось на сцене Самарской филармонии. А далее уроки, мастер-классы, лекции пройдут в музыкальных школах в разных городах области. С каждым годом желающих учиться у выдающихся музыкантов все больше, и география участников расширяется. В этом году приехали слушатели из Японии и Китая. В этом году 47 участников у нас из городов Самарской области. Более 20 человек – это дети из стран СНГ и Балтии. И большое количество интересных педагогов, профессиональных, которые в этом году, так же, как и в предыдущие, проведут мастер-классы, уроки. Соответственно, плодотворно поработают с нашими детьми, с нашими юными музыкантами. Каждый из юных скрипачей, виолончелистов, пианистов строит планы на большое музыкальное будущее. А потому каждый такой урок многого стоит. В этом году для участия в Академии прибыли 9 выдающихся музыкантов. Профессор Парижской консерватории Рало Кавак уже не впервые в Самаре. Немало таких, которые были здесь, которые уезжали, как слышали, и в Москву, и приезжали даже и на мастер-классы за рубеж. Пишут очень много. Всего неделю длится Академия. Это время дается ученикам, чтобы взять все самое лучшее, чему могут научить музыканты, которые сами достигли большого успеха. А для кого-то с таких уроков начнется путь к своему музыкальному олимпу. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Не дня без футбола. В Самаре стартовал и развлекательный турнир для школьных лагерей. Первый спортивный праздник прошел в промышленном районе. До самого Кубка конфедераций по футболу в каждом районе города пройдет такое мероприятие. Сергей Кизоркин увидел, на что способны юные футболисты. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Новые спортплощадки в Самаре заняты с утра до вечера, зимой хоккей, летом футбол. Вот и в 10-й школе промышленного района сегодня прошел спортивный праздник «Ни дня без футбола». Хозяева принимали команды соседних школ – сотой и восемьдесят пятой. Каждый день до старта Кубка конфедерации в каждом районе города пройдет такой же футбольный турнир. Идея этого проекта исключается в том, чтобы в пришкольных лагерях провести такие мероприятия, посвященные футболу, которые дети тоже бы знали, что в городе будет чемпионат мира, что любой футбол прививается с детства. Прежде чем сразиться в настоящем футбольном матче, школьные команды сдали зачет по физподготовке и умению владеть мячом. Состязания проходили в формате эстафеты. Мы представляем прекрасную команду детей, которые ни дня не могут прожить без футбола. Они готовы играть, они готовы побеждать. Они спортивные, увлекательные, и мы всегда ждем побед от них только. Спортивный праздник ни дня без футбола для школьных команд – это что-то вроде разминки. Подростки с этим видом спорта знакомы не понаслышке. Все они участники турнира – лето с футбольным мячом. Футбольные правила не знают, потому что многие из них даже ходят в футбольную команду, занимаются с тренерами на нашем футбольном поле. Дети спортивные, любят спорт. Футбол – это действительно интересная игра. Во-первых, играют в нее сильные, смелые, упорные люди, которые, в общем-то, закаляют свое здоровье. Виртуозное владение мячом на футбольном поле во время матча – дело мастеров высочайшего класса. Футбольный фристайл для тех, кому классика спортивного жанра в какой-то момент наскучила. Самарские жонглеры Сергей Васильев и Влад Кучер – лучшая команда в стране. Они частые гости на праздниках. Очередное выступление в Петербурге на открытии Кубка Конфедерации. 90% элементов фристайла, они работают только во фристайле, то есть только на соревнованиях, выступлениях. В футболе меньшая часть может помочь. Только с точки зрения улучшения техники – да. С точки зрения какой-то результата помочь нам победить – нет, не помогут. Кубок Конфедерации стартует в России 17 июня, а Самарский детский турнир «Ни дня без футбола» продлится до 20 числа. Любой школьник может показать, на что он способен в самой популярной игре в мире. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин